Поселения, как и люди, умирают по-разному. Моля о последней милости, как Дугит и Алисинай. Строго храня достоинства обреченных, как Анаиталь и Несархазани. В отчаянной судороге сопротивления, как истерзанный взрывами к Фардаром. Привычно, словно старый окопный солдат, уже изгонявшийся с Синая от Смона. Долго и трудно, как Невед Калим. С автором этих строк, Довом Кантерером, известным израильским публицистом и журналистом, мы беседуем о цене размежевания, о травме, нанесенной разрушением еврейских поселений, большинству израильтян, по обе стороны баррикад. Конечно же, травма существует, и она несомненным образом скажется. Мы видели эту травму в процессе депортации из Гушкатифа, из Северной Савмарии. Видели реальную муку на глазах многих солдат, слезы, их внутреннее сопротивление тому, в чем они вынуждены были принимать участие. И даже если сегодня эта травма замалчивается или как-то затушевывается, ими в естественном желании перейти к какой-то следующей главе и оставить все это позади, за собой, она так или иначе будет сказываться и на их личном будущем, и на их политическом сознании. В разных случаях, по-разному, в любом случае, это довольно-таки высокая цена, которая реально израильским обществом за эту депортацию уплачена. Я считаю, что уплачено справедливо. Те люди, которые пошли на то, чтобы остаться до последнего дня в Гушкатифе и в поселениях Северной Савмарии, совершили подвиг. Настоящий человеческий подвиг. Эти люди вели борьбу не за свое будущее, они жертвовали собой, жертвовали своим будущим, своим имуществом в борьбе за Иерусалим, если угодно, в борьбе за судьбу Израиля. Я не знаю, что это не важно. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Сюда для чтения молитвы поднимались мужчины Гадиде ДимаTorzok 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 Да Израиль есть функция некой еврейской решимости, еврейского желания иметь здесь свое государство Возможно, что Израиль как общество, как государство, утратит желание как-то расширить, как-то улучшить пределы израильского суверенитета даже в таких исторически и стратегически важных для нас районах, как Эудия и Самария Тем не менее, нужно понимать, при всей этой динамике, при всей трудности, стоящие перед нами, проблем При том, что очень многих из нас эти проблемы задевают самым непосредственным образом за живое. Есть момент, этот момент я хочу особенно подчеркнуть в глазах аудитории неизраильской, еврейской неизраильской аудитории. Это момент колоссальной национальной воли, которая присутствует здесь, присутствует в самом существовании Израиля, в том факте, что здесь есть еврейское общество, обеспечивающее свою жизнеспособность, свое воспроизведение. И это не мало. Это могут оказаться сильнее, чем любые факторы давления, которые принуждают нас к тем или иным уступкам. Совершенно очевидно, в мире нет ни одной страны национальной безопасности, которая угрожает так много факторов и столь сильных факторов, как в случае с государством Израиль. И тем не менее, Израиль до сих пор остается единственной гарантией еврейского будущего. Кстати сказать, именно поэтому на Израиль направлена в огромной степени современная антисемитская энергия. Те самые еврейские юноши и девушки, которые в лучшем своем возрасте, вместо того, чтобы гулять, развлекаться, идут и служат в израильской армии, защищают их, защищают их в Антверпене, защищают их в Нью-Йорке, защищают их, если угодно, в Москве, в Киеве и так далее. Вы, житель Малия-Думим, города за зеленой чертой. Не стало ли вам после ухода из газа менее уютно здесь? Это сказано в Перке-Авуд. На иврите это звучит так. Не тебе закончить работу, но ты не вправе от нее уклониться. Я не знаю, что будет с Израилем через год, через сто лет. Я не знаю, что будет с Малия-Думим через год или через сто лет. Наши ставки в этой игре стопроцентны, ее исход нам неизвестен. Но то, что кто-то придет и будет доказывать, что эти ставки невысоки, на что можно было рассчитывать, селясь в Газе, где рядом арабы, где пески, на которых никто столетиями не жил, считая их проклятыми, непригодными никакой обработки. На что можно рассчитывать в таком варианте? На что можно рассчитывать, когда через 30 лет придет премьер-министр, у которого возникнут проблемы с госпрокуратурой, и интересная возможность расплатиться судьбой поселенцев за решение этих проблем? Которые не скажут, окей, мы выселили 8 тысяч человек из Гушкотев, а выселим еще 200 тысяч из Аудея из Марии, в том числе 30 тысяч ныне живущих жителей Малия-Думим. Возможно, что если так смотреть на вещи, рассчитывать нельзя ни на что. Но в итоге историю вершат те, кто на что-то рассчитывает. Или действует вопреки всем расчетам, а тот, кто действует. Теми, кто чего-то хочет от будущего, теми, кто имеет, позволю себе такое выражение, образ будущего. И в этом смысле Малия-Думим, вообще поселенческий проект Израиля в целом, является частью этого образа будущего. Желание расширить пределы Израиля, вырваться из того, что когда-то было названо Аб-Эвеном, границами Освенцима, сделать их как можно менее уязвимыми. Этот образ будущего у меня есть, он есть у многих других людей. Он есть также у наших противников и внутри Израиля. Он есть у наших врагов. Те, кто уходят из этой борьбы, уходят ли они в ассимиляцию, уходят ли они в какую-то глубокую социальную пассивность или в какую-то совершеннейшую маргинализацию, те уходят, те, кто остаются на этом поле, те ведут эту борьбу. Шарон отнял у меня дом, но он не отнял мою силу, мой дух, мою веру. И я продолжу дальше. Сил у нас хватит, не волнуйся. У нас этот ресурс жизни, несмотря на все тяжелейшие обстоятельства, есть. И у нас сегодня, в каком-то смысле не меньше, а больше оснований, чем сто лет назад вслед за Жбатинским сказать, мы первыми пришли и последними уйдем. Этот праздник без нас не закончится. Многим хотелось бы, чтобы он закончился, но он не закончится без нас. КОНЕЦ Сегодня, спустя 10 лет после выхода из Газа, большинство политиков, включая палагетов размежевания, признали его исторической ошибкой. Подтвердили самые мрачные прогнозы. Сектор Газа стал анклавом террористов. Из некогда цветущих поселений, из бывших синагог на Израиль обрушились тысячи ракет. Пришлось провести три военные антитеррористические операции. Их итог – 86 погибших, более полутора тысячи раненых. Добавьте к этому сделку шалита, тысячу выпущенных террористов и новые жертвы. И это только прямые потери. Но когда и как аукнулся страхи поколения, выросшего под звуки сирены? Под обстрелом находится практически вся страна, от Здарота до Хадеры. Чем измерить душевную травму эвакуированных поселенцев? Спустя 10 лет у 300 семей все еще нет постоянного жилья. Лишь пятая часть фермеров смогли возродить хозяйство на новом месте. Такова цена размежевания. Но за что она была заплачена? Обещанной безопасности нет? Может быть, Израиль получил какие-то политические дивиденды? Риторический вопрос. Многотысячные антиизраильские митинги по всему миру из-за операций в Газе, предвзятые доклады ООН, флотилии типа Мармары. Но самое печальное, вернемся к Дову Контереру, Ариэль Шарон показал израильским левым и всему миру, как это делается. Как можно поступить с евреями? Как просто и, увы, безнаказанно, можно их вырвать с корнями из любой земли? И мир не успокоится. Он будет требовать еще и еще. Субтитры создавал DimaTorzok